Привет, друзья! Меня зовут Роман, вы на канале про напольные покрытия. У меня сегодня в гостях Хлебников Леонид с компанией Вернисаж Паркет. Вы меня часто спрашиваете, чем обработать ламинат на кухне, воск там или что-то. Леонид сейчас продемонстрирует, мы наглядно на нашем примере, чем обработать замки, чтобы влага не проникала. Отличный вариант для кухни, прям мне зашел, поэтому решил отдельное видео записать на эту тему. Немецкое средство называется Fill & Finish. Переводим, заполнил и готово. Значит, предназначено для заполнения стыков ламината. И самое главное, когда вы уже ламинат постелили. То есть, даже если вы это не сделали в момент монтажа, не переживайте, средство Fill & Finish как раз для этого предназначено. Самое слабое место в ламинате, по моему мнению, это как раз-таки вот этот вот открытый торец. Когда мы моем полы, даже несмотря на то, что ламинат может быть идеально собран, все равно, когда мы моем полы, небольшое количество воды проникает в стык, неизбежно впитывается в торец. Ламинат, все это дело, бумага на себя впитывает, соответственно, набухает немножко, стык между элементами раскрывается, щель появляется, в следующий раз моем полы, воды попадает гораздо больше, опять впитывается, раскрывается еще больше. Тот, у кого есть ламинат, например, в бизнес-центр, в каких-то помещениях, где уборщицы очень часто моют полы, видят, что всегда на ламинате торчащие вот эти вот края. Это как раз следы того, что в воды попадает очень много, и кромки не защищены. Так вот, смотрите, Human Finish, что это такое? Это специальная хитрая формула, это воск, растворенный в растворителе. Специально предназначен для того, чтобы закрывать вот эти торцы, и делается это всего один раз, желательно непосредственно сразу после укладки ламината. Что делаем? Небольшое количество этого средства выливаем прямо на лицевую поверхность, берем вот такой вот хитрый шпатель, Значит, ребят, по шпателю особенно хочу отметить, шпатель должен быть силиконовый, обязательно белый, поскольку в этом средстве входит в состав растворитель, чтобы не получилось так, что он вытащит с него пигмент, и вы потом покрасите саму лицевую поверхность. И обязательно он должен быть мягкий, то есть даже если маленький какой-то камушек попадет под этот шпатель, он не процарапает поверхность. А дальше делаем очень просто. Смотри, просто вот так, вот таким вот образом, с усилием начинаем, ну, по сути говоря, просто шпатлевать, то есть загонять это средство вот в эти стыки. Вот таким вот образом. И двигаемся дальше. Значит, обрабатываются все, абсолютно все стыки. Сейчас ты увидишь, что, конечно, в итоге эта лужица станет грязной. Это говорит о чем? Это говорит о том, что помимо обработки хромок, мы еще и очень эффективно обработаем лицевую поверхность, по сути мы ее очень качественно отмоем. То есть сейчас что происходит? Сейчас этот воск растворенный в растворителе просто проникает в стыки между ламинатом, неизбежно впитывается в бумагу, застывает там, и получается, что хромка будет защищена воском. А как известно, воск отторгает воду. Соответственно, этот ламинат будет не восприимчив к воде. Если бы у нас с тобой была возможность сейчас разобрать, как раз пока он в мокром виде, разобрав ламинат, мы бы увидели, что где-то на 2-3 мм наша хромка просто пропиталась этим воском. Следующий момент. Нанесли. Что делать? Обязательно делать не сразу всю комнату, а небольшими сегментами. Ну, оптимально где-то 3-4 квадратных метра. Поскольку в состав этого средства входит быстро летучий растворитель, это средство будет подсыхать. И наша задача удалить его полностью с поверхности, не дав ему застыгнуть на ней. Берем, ну вот я обычно беру вот такую белую фланель, она очень хорошо впитывает, потому что. И начинаем просто вот таким вот образом просто вытирать все, что осталось на поверхности. Значит, это средство прощает ошибки. Значит, если все-таки где-то вы не уследили и оставили небольшое количество воска на поверхности, и этот воск застыл, не поднимайте панику, не переживайте, ничего, абсолютно ничего страшного не произошло. Вы можете также взять небольшое количество этого средства, вылить на это место, он подрастворит сам себя, и после этого вы возьмете опять новый вот такой вот кусочек фланели и заново вытарите. Вот, посмотрите, сейчас очень важно увидеть, что после того, как все средство с поверхности удалено, что мы видим по итогу? Мы по итогу ничего не видим. И это самый правильный результат. Мы видим просто чистый, очищенный пол, а вся защита находится именно там, внутри. То есть воск проник в кромку, впитался в нее, и теперь мы оставляем эту поверхность где-то на 2-3 часа, и после этого можно спокойно этот ламинат дальше эксплуатировать. Ваши кромки будут защищены. Спасибо, Леонид. Очень интересная штука, на самом деле. Мне очень понравилась эта тема. Всем рекомендую. Ну и обязательно, кому было полезно это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, помогло, не помогло это средство, если пользовались. Ну и заказать можете у нас, обращайтесь, пишите в комментариях, в директ, в инстаграм, куда угодно. До новых встреч. С вами был Роман.